Всем привет! Вы на семейном творческом канале. С вами я, Люля Вышивальщица. И сегодня у нас в новом году будет видео о моих рукодельных покупках. Мои рукодельные покупки-подарки. Не знаю, как точно назвать это видео для вас. Назовем это рукодельные покупки-подарки на Новый год. Вот. Первое, что я вам хочу показать, это рукодельный подарок от моей рукодельной знакомой. Вот такой очаровательный свин Яшка. Я просто влюбилась в этого свина. Она вяжет потрясающие игрушки. Это потрясающий человек. Она вяжет такие красивые игрушки. Это просто загляденье. И она на Новый год подарила мне вот такую свинью. Посмотрите, какая она шикарная. Я же родилась в гуд-свинке, девочки. Вот. И моя младшая дочь тоже свинка. Вот эти лупоглазые глаза похожи на меня. Похожи. Ничего не скажешь. Но это у меня Яшка. Мой охранник. Мой кабанчик. Это у меня вот такие вот приятные сюрпризы от друга мужа. Но это не рукодельные покупки. Сейчас мы к ним и приступим. Первая рукодельная, скажем, не покупка. Это подарок. Мне подарили его на работе. Вот такой наперсток. Удачного года. Свинка. Пусть год крутого кабана богатства принесет сполна. Будет красивым, добрым, ярким и самым щедрым на подарки. Сказано мне было, что когда бьют куранты, нужно было его одеть на пальчик, загадать желание и постучать три раза за стол. Все было сделано и выполнено. Вот такой поросенок держит подковку. Не знаю, как вам хорошо или нет видно, потому что он отблестит. Конечно, это больше декоративный наперсток, потому что он таких колоссально больших размеров. Ну, вот такой вот наперсточек. Следующий подарок еще не распакован. Это деревянная заготовка для зубочисток. Тоже с видом свинки. Вот такая вот. Но ничего такого особенного. 2019 год. Мой кот. Вот все дарят мне поросят. Следующая моя покупка рукодельная. Подарок от супруга шуршу немножко, извиняюсь. Вот так. Следующая моя покупка рукодельная. Подарок от супруга на Новый год. Это мой долгожданный набор. Я как только увидела новинку, все, я влюбилась в этого лося, сказала, я хочу этого лося. Это лось рождественский от фирмы Панна. Размерчик его будет 28 на 33 сантиметра. Артикул ЗМ7103. Здесь у нас разные техники вышивки. Крест, бисер, бэк. Вот такой вот дым, который выполняется шерстью для валяния. Все входит в этот состав. Я как только соберусь вышивать этого лося, я думаю, что это будет близко. Вот подушку сейчас дать домучу и возьму за лося. Сделаю вам обязательно обзор на этот набор. В скором времени вы увидите у меня его на канале. Следующая моя рукодельная покупка подарок. Решила я себе взять, попробовать полепить из полимерной глины. Здесь у нас брошь выполняется. Значит, это глина, которую нужно запекать в духовке. На обратной стороне. Если у меня получится, хочу вот такого еще фламинго. В общем, очень много там интересных наборчиков, вот таких вот небольших. Они, в принципе, недорого стоят. Но мне вот очень понравилось. Думаю, что я попробую эту брошь сделать вместе с вами в, так скажем, онлайн режиме. То есть, поснимаю видео о том, как я ее делаю. Также будет обзор на этот наборчик. И здесь вот написано, что идет кулон в подарок для тебя, сердечко. Вот такая вот брошечка у меня будет. Надеюсь, что у меня все получится. Ну, и еще одна моя рукодельная покупка. Это алмазная мозаика на раме. Здесь у нас в комплекте матовые круглые стразы. Вот такая вот будет красивая картина подсолнухи. Ее размеры 30 на 40 сантиметров. И чем удобно, что она уже сразу натянута на раму. Понравились подсолнухи. Решила я себе купить тоже, пособирать алмазку. Давно я этого не делала. Обязательно покажу и сниму обзор. Может быть, он будет очень коротким и маленьким. Потому что, ну что тут показывать. Но все же покажу обзор. И, наверное, я даже сниму не просто видеообзор на этот товар. А то, как нужно выполнять и работать с такими наборами. Потому что я сейчас стала очень много давать ссылку на свой канал своим покупателям. Очень много приходит людей, которые еще пока не знают, что такое алмазная мозаика. Почему-то, не знаю, это же уже давно такое увлечение. И приходится долго рассказывать, как правильно работать. Какая техника выкладки. И проще дать ссылку на видео, чтобы человек мог посмотреть. У меня уже очень много покупателей, которые подписываются на мой канал. Как правильно работать с алмазной мозаикой. Вот такие небольшие рукодельные покупки у меня совершились к Новому году. Если вам понравился мой обзор, ставьте лайк. Подписывайтесь на наш семейный творческий канал. С вами была я, Люля Вышивальщица. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok